В Коренёве прошла встреча с жителями, представителями уличных комитетов и старостами посёлков. На этот раз она состоялась в Красковском культурном центре. На вопросы Люберчан отвечали профильные заместители и представители управляющих компаний. На месте работала съёмочная группа нашего телеканала. Встречи с председателями уличных комитетов и старостами посёлков проводят регулярно. На собрании начальники и заместители территориальных управлений Краскова, Малаховки и Томилина. Вместе с жителями они не только подвели итоги совместной работы, но и поставили новые задачи. Многие быстро делаются дела, некоторые долго ждут. Вопросы все на контроле, то есть то, что вы говорите, это ничего не забывается, это всё есть. Просто не все вопросы можно сразу не принять. Фойе Красковского культурного центра – встреча с жителями в формате выездной администрации. Одна из важных тем, которая волнует Люберчан – отопительный сезон, который начался 1 октября. На улице Карла Маркса в Краскове ещё не во всех домах есть тепло. Наши дома двухэтажные 125 и 125А по улице Карла Маркса, мы в течение 7 лет мёрзнем. Только вчера нам включили отопление и вот вечером только чуть-чуть стали батареи греться. Как парное молочко, мы уже обрадовались. Понимаете как? А вот я когда уходила, у нас дом Карла Маркса 117-18, у них вообще нет тепла. А там в основном живут одни пожилые люди, дети там всё. Очень хочется, чтобы у нас было тепло. Чтобы нам включали не через две недели от начала отопительного сезона, а в первые дни. Потому что было несколько раз, что нам забывали просто задвижку открыть. Люди сегодня обращались как с вопросами тех ремонтов теплотрасс и домов, которые мы проводили в летний период, так и по вопросу запуска отопления. Те недоделки, которые были допущены при производстве работ по замене теплотрасс, будут оперативно устранены подрядчиками до конца этого месяца. Все замечания жителей по пуску тепла, по тем завоздушкам, которые сейчас есть, по недостаткам в подаче отопления, в том числе и температурному, оперативно передавались в работу управляющим компаниями, будут отработаны в ближайшие прям дни, если не часы. Жители улицы Лорха пришли навстречу большой командой. Корпус школы 28 на улице Чехова с 14 октября закрывают на капитальный ремонт, а детей распределили в другие учебные учреждения. Родителей волнует вопрос транспортного обеспечения. Мы организуем в транспортной компании «Автоновия-1» маршрут 35-й, добавляем туда 5 единиц техники маршрутного такси. Всех детей мы вывезем до школы дивизиума. Также на встрече обсудили работу управляющих компаний, содержание дворовых территорий и контейнерных площадок. Все обращения взяты в работу. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.